МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помощь докторам Ненинская окружная больница закупит реагенты для организации массового онкомониторинга. Планируется, что они будут доставлены в Наринмар в июне. Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Жители Ненинского округа вместе со всей Россией встретили День Победы. Основные окружные торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на Центральной площади столицы региона Марацей. Около 3 тысяч горожан вышли 9 мая на Центральную площадь, чтобы вместе со всей страной встретить 73-ю годовщину Победы. Торжественное построение военнослужащих ОМВД России по Ненинскому округу, МЧС России по Ненинскому округу, юно-армейцев под руководством командира войсковой части 12403 Владислава Мирошниченко открыли праздник барабанщицы из коллектива «Траушка». Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Ненинского автономного округа поздравил в Рио губернатора Ненинского округа Александр Цибульский. Низкий вам за это поклон. Мы сегодня говорим вам спасибо за то, что в этот солнечный день мы, ваши дети, внуки, правнуки, можем радоваться хорошей погоде, строить планы на будущее и жить в стране, в которой есть мирное будущее. Также к ветеранам обратились с поздравлениями представители федеральных структур государственной власти округа города и Заполярного района Владыка Иаков. Потому что сегодня мы все ощущаем приискренное единство и родство, ибо мать наша Родина, а все мы ее дочери и сыновья. Ибо Родина наша, Великая Россия, которая непобедима в вере, в святости, в жертвенной любви своих дочерей и сынов. Главными зрителями праздника стали ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Иван Кузьмин, Прокопий Торопов, Игнасий Марков, Валентина Дерягина, Валентина Коткина, Ангелина Тарасова. А как на фронте, так и здесь. Очень просто. Смело товарищу в ногу. Дух в окрепной борьбе. Сюда встречались весело и хорошо. Народу было много. Дети приходили, подруги. Так что одна никогда не бываю. И все хорошо. Хорошая, хорошая. А еще 100 грамм выпить и совсем хорошо будет. Я вошел, но не пью. Не пью. В завершении торжественной части праздничных мероприятий окружной гарнизон прошел парадным маршем по площади. Знаменная группа пронесла знамя Победы и флаг России. Завершился митинг минутой молчания. Праздничным троекратным салютом и возложением святов Кобелиску Победы. Первый раз официально праздник День Победы в нашей стране отметили в 1965 году. До этого времени День Победы такого статуса не носил. К этой дате повсеместно стали возводить стелы и памятники. В Наринмарне стало исключением. Примечательно, что стела Победы построена самими фронтовиками. В ее основании заложена капсула с именами погибших жителей Ненецкого округа. И сегодня на Наринмарце взрослые дети, как и тогда, много лет назад, пришли к Кобелиску в едином порыве, чтобы почтить память предков тех, кто не вернулся с войны, тех, кто восстанавливал страну после военной разрухи. Есть такое стихотворение, если разрешите, то буквально четыре строчки. Помните, через века, через года, помните, а тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте. В горле сдержите стоны. И вот когда вот это вот стихотворение звучит, невозможно сдержать слезы. Вроде пытаешься, но невозможно. Тем временем на площади началась праздничная программа «Победный май». Работали игровые площадки для самых маленьких, играла гармонь. Но самым популярным местом, как обычно, стала полевая кухня. За порцией солдатской каши выстроилась огромная очередь. Каждый хотел отведать деликатеса, всем хватит, уверили кашевары Александр Ипатов, Абдул Юсупов и Илья Журавлев. Они приготовили более 600 порций гречки. Нарезается морковочка, лук, нарезается все это, перемешивается, обжаривается на сковородке, как бы это, чтобы готово было. Потом все заливается в вода, вода закипает, туда засыпаем гречи, греча варится, ну в этой кухне, например. Потом открываем, уже помешаем и добавляем туда обжаренный лук с говядиной, с олениной, со всем туда добавляем и уже вот прицепы нашей кухни. А мясо должно быть уже свежее или жареное? Нет, это консервы идут. Мы уже не первые едим. Мы все время стараемся брать из этой кухни кашу, она очень вкусная получается. Молодцы ребята. В три часа по полудню по центральным улицам Нарьинмара прошел «Бессмертный полк региона». Впервые шествие состоялось одновременно со всей страной и транслировалось в прямом эфире телеканала «Север». Акция «Бессмертный полк» организована практически во всех населенных пунктах Ненецкого округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Проблему трудоустройства населения обсудили в четверг в редакции газеты «Нарьина Вендер». Там прошел круглый стол с участием сотрудников прокуратуры, представителей Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, Департамента образования, культуры и спорта и регионального центра занятости населения. Принять участие в дискуссии мог любой житель округа, позвонив по номеру телефона горячей линии. 30 ноября прошлого года сократили почти всех, кроме десятка человек, которых сократят позднее. Людям выходное пособие задерживают. Сегодня 10 мая, а жема выплаты еще не производились. Работу в городе не найти. А если и требуются куда-то работники, то требования высокие, а зарплата мизерная. Вот как людям быть? Первый звонок в редакцию поступил от жительницы округа Татьяны. По ее обращению прокуратура намерена провести проверку. Если факты невыплаты пособия подтвердятся, бывшему работодателю грозит административная ответственность. Еще одна актуальная для округа тема – трудоустройство выпускников учреждений среднего профобразования Наринмара. В селах работы по специальности нет, а в городе нет жилья. Здесь также стоит проблема не только в отсутствии рабочих мест, но и в остребованности той или иной профессии на данный период времени. Чтобы как-то решить проблему, в этом году в Ненецком профессиональном училище студенты могут получить одновременно водительские права категории «Б» и «С». Сегодня мы через многофункциональный центр совместно с департаментом готовим на базе этого многофункционального центра студентов техникума, которые обучаются и будут спасателями для МЧС. Им дается возможность получить не только рабочую профессию категории «Б», а мы же понимаем, что вся техника, как правило, это категория «С», то есть грузовые машины, то, что касается непосредственно МЧС или пожарной охраны, то сегодня им дается дополнительно как раз мастерами профучилища через МФЦ. Какие профессии будут востребованы в округе в ближайшие 10 лет, никто не знает. Работодатели дают только краткосрочные прогнозы. В связи с этим в округе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров. Впрочем, не все жители региона, оставшись без работы, готовы идти на переобучение. Здесь необходимо отрабатывать. То есть и основная задача, которая сейчас ставится, в том числе и перед органами власти, и под соответствующими органами образования, о том, чтобы эту ситуацию переломить наконец, и выйти на то, чтобы мы могли такие кадры готовить именно уже на территории нашего округа, либо иные варианты, это на других субъектах по соглашению. Как считают специалисты, в настоящее время в современных экономических реалиях иметь одну профессию мало. Поэтому проблема с трудоустройством, например, после сокращения, упирается в основном в квалификацию и несоответствие требованиям работодателя. Граждане не совсем, наверное, понимают все, что сколько было, приходят, пишут заявление, просят трудоустроить. Ну, жалобы уже у нас через департамент, так, жалобы идут. Человеку предлагают переобучиться, предлагают несколько вариантов. Он отказывается абсолютно от всего. Но по той профессии, которая у него есть, трудоустройство невозможно здесь, либо профессии нет вообще. То есть основная масса людей стоит та, которая не соответствует уровню тех вакансий, которые сегодня заявлены. В настоящее время наиболее востребованы в регионе такие кадры, как подсобный рабочий, водитель автомобиля, машинист-бульдозера, тракторист и медицинская сестра. В рамках круглого стола обсуждались и вопросы летнего трудоустройства подростков. По словам начальника управления труда и социальной защиты населения, на временную работу планируется устроить порядка тысячи молодых людей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кроме этого, в летний период подработать смогут и студенты. Например, в качестве вожатых на детских площадках. Посмотрим, насколько это будет востребовано. Был проведен опрос, сколько студентов освобождается в наших училищах, сколько заинтересованность тех детей, которые будут приезжать на каникулы из высших учебных заведений. На сегодняшний день определена такая контрольная цифра 200 человек. По прогнозам мы все прогнозируем, что будет очень востребовано, поэтому все-таки мы надеемся, что практика будет очень успешной. Несмотря на актуальность темы круглого стола, за время проведения горячей телефонной линии в редакцию окружной газеты поступило всего три звонка. По каждому из них прокуратура округа проведет проверки. Результаты будут опубликованы на официальном сайте ведомства и в окружной газете «Нарьяна Виндер». Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Окружной избирком готовится к сентябрьской избирательной кампании. Территориальные избирательные комиссии Наринмара и Заполярного района укомплектованы полностью. В настоящий момент формируются участковые избирательные комиссии. Документы по кандидатурам для включения в УИК принимаются по 16 мая. Всего будет сформирована 51 участковая избирательная комиссия сроком на пять лет с общей численностью 313 человек. Кандидатуры, не вошедшие в новые составы, будут зачислены окружным избиркомом в резерв, также сроком на пять лет. На сегодняшний день по Заполярному району поступило менее половины от необходимого количества предложений. На Наринмарском городском округе выдвижение идет активнее. Правом предложения кандидатур, составы и резерв УИК могут воспользоваться региональные отделения политических партий, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, учебы или работы, сельские советы муниципальных образований. 9 сентября текущего года на территории Ненецкого округа состоятся совмещенные выборы депутатов законодательных собраний Ненецкого округа и Архангельской области. Назначение указанных выборов должно состояться в период с 31 мая по 10 июня. Также в сентябре будут выбраны главы рабочего поселка Искателей – Амдерминского, Канинского, Пешского, Приморско-Куйского, Тиманского, Харьеверского и Юшарского сельсоветов. Депутаты в поселке Искателей – Канинском, Пешском, Приморско-Куйском, Тельвисочном, Харьеверском, а также Юшарском сельсоветах. В Наринмаре наградили лучших связистов округа. Ведущему инженеру Ненецкой телерадиообещательной компании Сергею Ардееву и инженеру электросвязи технического отдела Ненецкой компании электросвязи Виктору Матвееву присвоены профессиональные почетные звания НАО «Почетный работник связи Ненецкого округа». Нагрудные знаки и удостоверения им вручил временно исполняющий обязанности губернатора НАО Александр Цибульский, поздравляя с профессиональным праздником – Днем радио и всех отраслей связи. Профессиональное почетное звание «Почетный работник связи Ненецкого округа» является одной из значимых наград для окружных связистов. Награда вручается в регионе, начиная с 2017 года, за заслуги совершенствования современных средств связи, средств приема и передачи информации, в обеспечении организации и населения своевременной информации. Ваша работа сегодня является наиболее важной. Тот мир, в котором мы живем, в целом, на самом деле, на процентов 90 зависит от связи, которую мы обладаем. Связь – это уже не понятие прошлого века, когда телефонная связь проводная, сегодня это интернет, сегодня это возможность общения людей. И я даже за тот короткий срок, который здесь нахожусь, вижу, что постоянно делаются серьезные усилия для того, чтобы улучшить это качество связи. И мы видим тот результат, который даже, знаете, 7 месяцев произошел. Мы предоставляем улучшенные качества связи в отдаленных наших населенных пунктах. Я на самом деле преклоняюсь перед вашей работой, потому что понимаю, что одно дело обеспечивать связью Москву и Московскую область, где для этого созданы все условия, инфраструктура, другое дело прокладывать эту связь в условиях нашего климата и нашей природы. Огромное вам за это спасибо. Виктор Матвеев – почетный радист России, специалист высокого уровня с 30-летним стажем работы. Он принимал участие в строительстве и эксплуатации важнейших объектов связи на территории НАО, реконструкции сети связи, строительстве волоконно-оптической линии Наринмар поселок Искатели, строительстве радиоролейной линии связи в Нижнепечурье. Помогал внедрять спутниковую связь в поселке Хангурей, станции спутниковой связи телевизионного обещания Москва, Виндиге, Коткино, Нальминомноси, Вангурей и Каратайке. Большой вклад в развитие теле- и радиовещания в Ненецком округе внес Сергей Ордеев. С 1987 по 2009 год работал в Наринмарском эксплуатационном узле связи. С 2009 года по настоящее время ведущим инженером Ненецкой ТРК. Сегодня он активно участвует в разработке проектов программ технологического развития компании, активно передает свои знания и производственные навыки молодым специалистам. Ненецкая окружная больница закупит реагенты для организации массового онкомониторинга. Жители НАО могут сдать анализы за счет окружной казны и в настоящее время. Их результаты будут известны после доставки реагентов в Наринмар, ориентировочно в июне. Массовый онкомониторинг, обеспеченный окружным бюджетом, запущен в медучреждениях НАО в ноябре 2017 года. За это время обследования прошли свыше 2000 человек. Было пройдено более 7500 тестов. Из этого числа подозрителями для врачей первичного звена показались 36 результатов. Сейчас эти пациенты проходят углубленные обследования. Аукцион на поставку реагентов для онкомаркеров планируют объявить сегодня, 10 мая. Всего на эти цели в текущем году выделено 9 миллионов рублей. Как пояснили в окружном профильном департаменте, планируется закупить самые чувствительные параметры, которые позволяют выявлять те виды злокачественных образований, которые не увидеть на осмотре. Пройти онкомониторинг могут все желающие. Направление на него дают как на диспансеризации, так и на приеме у терапевта, гинеколога, узкопрофильных специалистов. Стандартный набор тестов для большинства людей составляет от 2 до 5 маркеров. Те, у кого в анамнезе есть риски болезни, сдают дополнительные анализы по назначению врача. Сегодня в субъекте на учете у медиков с диагнозом онкозаболевания состоят 750 человек. Онкология среди основных причин смертности населения субъекта занимает третье место после болезни системы кровообращения и смертей от внешних причин. В Ненецком округе начался массовый отел оленей. По данным Департамента природных ресурсов и Апоканао, в этом году на свет могут появиться порядка 60 тысяч оленят. Выживаемость особей можно будет оценить в начале июня. В текущем году первый теленок появился 21 апреля в одной из бригад СПК «Индига» на побережье Баренцева моря в районе Хребта Шумкой. На данный момент в связи с благоприятными погодными условиями массовый отел начался практически во всех оленеводческих хозяйствах. Как пояснили специалисты профильного департамента, в период отела стада должны находиться на специальных пастбищах, располагающихся на более сухих и высоких местностях, что значительно повышает выживаемость телят. В тундре достаточно потаял снег, чтобы важенки могли добывать корм, отмечают в ведомстве. Кроме того, по информации оленеводов, практически все бригады добрались до отельных пастбищ без задержек. Состояние здоровья новорожденного поголовья в июне оценят ветеринары. В это время в тундре традиционно проходят коральные работы. Специалисты ветстанции вакцинируют оленей против сибирской язвы, а оленеводы проводят полугодовой просчет стад. Такова была информационная картина к этому часу. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok